Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о 10 главе Евангелия от Матфея. Сюда, начиная с последних стихов 9 главы и всю 10 главу, попадает рассказ Евангелиста Матфея, собственно, об учениках Христа, о том, как Господь призывает 12 апостолов, отправляет их на служение и что он им говорит. И вот в последних стихах 9 главы Евангелист Матфей пишет, что когда Господь видит, как много людей идет за ним, как много нуждаются в его проповеди, в его свидетельстве, в исцелениях, и как они измучены на самом деле, овцы, не имеющие пастыря, люди, которым, в общем, не от кого услышать свидетельства о Отце Небесном и о его любви. Вот Господь принимает вот такое решение избрать некоторое количество учеников. Мы знаем, что он избирает и 12, и 70. И отправить их вместо себя, слегка по-разному. Евангелисты об этом рассказывают. Кто-то говорит, что, собственно, задача была охватить большее количество людей, кто-то склоняется к тому, что задача была подготовить, так сказать, почву для того, чтобы люди могли Иисуса услышать. Вот как об этом рассказывает евангелист. Господь говорит ученикам, «Жатвы много, а делателей мало, и так молитесь, чтобы Господин выслал делателей на жатву свою». Он предлагает, посмотрите, какую важную вещь. Казалось бы, совершенно очевидно, «Жатвы много, делателей мало». Что в этой ситуации говорит комсомолец? Он говорит, кто, если не ты, задирает подол хитона и бежит впереди паровоза, значит, строит светлое будущее, железной рукой загоняет человечество счастье. И это неправильный путь. При том, что «Жатвы много, делателей мало». Господин жатвы нуждается в жатве. Но учеников Господь понуждает сначала молиться, спрашивать у Господина жатвы, просить, чтобы выслал делателей на жатву свою, чтобы точно понимать, что хочет Бог именно для тебя. Даже, казалось бы, абсолютно очевидная вещь, что вот надо это делать, и надо, и некому, и все. Все равно Иисус предлагает своим ученикам молить Господина жатвы, прежде чем бежать впереди паровоза. Это очень, на самом деле, важная и поучительная вещь. И вот он призывает двенадцать учеников, и прежде чем отправить их, дает им власть, дает им власть над нечистыми духами, изгонять и врачевать болезнь. И Евангелист Матфей дает нам с вами список этих самых двенадцати апостолов. Вот эти двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите к погибшим овцам дома Израилева. Чуть позже, буквально лет через пять, ну, может быть, чуть больше, после того, как Господь это делает, возникает некоторая серьезная проблема, потому что отдельные христиане, начиная, на самом деле, с апостола Петра, а потом, конечно, апостол Павел, идут на путь язычников, и идут в город Самарянский, и несут весть о Христе людям, которые здесь не упомянуты, не фигурируют. И, в общем, происходит некоторое глубокое разделение среди христиан где-то примерно вот после 36-го года, после гонения при Стефане, обращения Павла. Хотя, повторяю, некоторые намеки на эту проблему уже в раннем служении апостола Петра возникают. Ну, традиционно принято говорить о том, что в тот момент, когда Господь отправляет своих учеников, в этот момент еще идти к язычникам, идти в город Самарянский рано, невозможно или неактуально. Хотя мы с вами в 4 главе Евангелия от Иоанна читаем, как Иисус сам идет в город Самарянский после обращения Самарянки. И два дня там в этом Самарянском городе находятся, и Самаряне там исповедуют его мессией. Но вот здесь евангелист Матфей, может быть, для своего иудейского читателя склонен подчеркнуть, что эти 12 учеников идут на каком-то смысле подготовленную жатву, подготовленную к людям, которым не надо объяснять, что Бог один, к людям, которым не надо объяснять, что Бог открывает о себе в законе и что он открывает о себе через пророков. Вот, идите к погибшим овцам дома Израилева. Это довольно тоже важный момент, потому что мы видим, как потом в жизни, в истории, в служении христиан это меняется. Меняется. И уже тому же Павлу тот же Иисус говорит, ты мой избранный сосуд, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Здесь нет. И вот, смотрите, Господь говорит этим 12, «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Стало быть, Он предлагает им проповедовать, свидетельствовать о том, что то Царство, о котором мечтали поколения иудеев и надеялись, что когда-нибудь Бог вмешается в трагическую историю своего народа, придет, и это Царство возникнет, когда-нибудь это произойдет, и вот теперь, говорит Иисус, и Его ученики об этом проповедуют, теперь это Царство близко. Оно не где-то далеко в будущем, на небесах, за облаками, оно вот, оно здесь, оно близко. Мне кажется, очень важно для читателя, современного понимать, что слова «приблизилось» не означают, что до него было 100 километров, а стало 99. Это ведь тоже можно назвать словом «приблизилось». Нет, оно было недосягаемо далеко, а теперь оно вот рядом перед глазами, и в него можно войти. Вот что должны проповедовать, о чем должны свидетельствовать ученики Христа. Отправляя их, он предлагает им положиться на волю Божью, не брать лишнего, там, золото, серебра, меди, ботинок, прочее, прочее, да, а идти к тем, кто их согласится принять, и о всем, о своем поручении проповедовать, исцелять, воскрешать. Господь говорит, даром получили, даром давайте. Ну вот, таким образом, для учеников это скорее возможность для собственного духовного возрастания, возрастания в вере, в знании Бога, а не, там, возможность пополнить денежный ящик, который носит Иуда. И вот Господь говорит о том, что его ученикам не поручается особенно никого убеждать. Тоже очень важная и очень неоднозначная вещь, потому что в других контекстах может быть как-то по-другому. Ученикам Иисус говорит, ну вот вы придете, если дом вас достоин, если и вас там примут, ну вот там и будьте. Не шныряйте по деревне в поисках, где дом по богаче, где приняли, там приняли. Хорошо, мир ваш с ними пребудет. Не приняли, идите в другое место. И вот, так сказать, отрисите прах от ног ваших, что означает, не прикипайте, не берите на себя что-то, связанное с этим. То есть он предлагает всех тех, кто принимает или не принимает учеников его, оставить на их собственный выбор. Он не говорит ученикам, а если вас не примут, стучите сапогами в дверь, ссылайте их в дальние северные монастыри на покаяние, чтобы они там, значит, вот вразумелись, или парите их батагами, или что еще там, ну еще тоже еретиков хорошо на костре сжигать говорят, да. Вот этого ничего его ученикам не поручается. Он говорит, приняли вас, мир ваш пребудет с этими людьми. Не приняли, идите дальше. Идите дальше, это не ваша ответственность. Ну, по совести сказать, христиане очень часто в течение почти всех этих двух тысяч лет были не согласны с этим поручением Иисуса. И считали, что если кто-то там их не принимает, их миссионерскую деятельность, то лучше всего, как с индейцами Нового Света, это огнем и мечом. Огнем и мечом. Ну и мы знаем полно других способов, случаев такое вот меченосного миссионерства, что, конечно, не Христово дело, без сомнения. Вот. Дальше, обращаясь к ученикам снова, Господь говорит им тоже потрясающую вещь. А я посылаю вас, как овец среди волков. Как овец среди волков. Не как волков среди овец. Не как собак в овечьем стаде, которые там будут тоже гавкать, от волков отгоняя, а как овец среди волков. Ну, во-первых, это довольно реалистичный, скажем так, взгляд на мир, но для нас тоже важно это понять. Важно. Он не предлагает своим ученикам с этими волками что-то там делать такое, их перевоспитывать или что-нибудь еще. Но он говорит им, будьте мудры, как змеи и просто как голуби, как овцы среди волков. И он предупреждает учеников, что вас будут отдавать в судилище, поведут к правителям, к царям для свидетельства перед ними, перед язычниками. Вот. Все это будет, все это так. Но Господь предлагает ученикам, в общем, попробовать повести себя так, как он поведет себя перед Синедрионом и Пилатом. Это тоже важно очень нам в этом рассказе увидеть. И отправляя учеников на проповедь, Господь говорит, когда вас будут предавать, не надо выдумывать заранее, искать себе каких-то там оправданий, ссылок на закон о религии или чего-нибудь еще в этом духе. В тот час дано будет. Вам что сказать? Дано. Потому что не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. Ну, во-первых, потрясающе, что, обращаясь к ученикам, Иисус говорит об Отце Небесном, Отец ваш. Во-вторых, он обещает им, что дух Отца вашего будет говорить в вас. Значит, это возможно. Благодаря тому, что они стали учениками Иисуса, полюбили Его и исполняют Его повеления, вот дух Отца может говорить в них. И в нужный момент он не оставит этих людей одних. Дальше Господь говорит, ну, по крайней мере, евангелист Матфей помещает здесь слова о том, что вот это свидетельство о Христе каждый человек принимает сам, не как часть коллектива, а сам лично. Это нравственный поступок каждого человека, поэтому среди людей так часто возникают из-за этого конфликты и разделения. Конфликты и разделения. Вас будут отдавать в судилище, предаст брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Вот это разделение между людьми, которое происходит из-за личного выбора каждого в отношении Иисуса. Это трудная, тяжелая очень реальность. И даже, говорит Господь, ненавидимы, будете всеми за имя мое. Но он предлагает своим ученикам поучиться доверять все-таки Иисусу, доверять своей вере, за него держаться. И претерпевший, говорит Господь, тот, кто претерпит до конца, спасется. И вот еще раз здесь Евангелие Матфея помещает своеобразное объяснение тому, что было сказано выше. Ученик не выше учителя. Говорит Господь, если хозяина дома назвали Вильзевулом, то тем более домашних его. Собственно, как в другом месте он говорит, «Если меня гнали, будут гнать и вас». Вот это то, что относится к центральной части 10 главы. И далее Господь говорит ученикам еще раз с одной стороны о том же самом, а с другой стороны и нечто другое. Он говорит, не бойтесь, не бойтесь, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы и тайного, что не было бы узнано. Ну, мы очень часто надеемся, что что-нибудь тайное все-таки не будет узнано. Господь говорит, что это невозможно. И он говорит, что говорю вам в темноте, говорите при свете, что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Нет ничего сокровенного. Ну, во-первых, для очень многих читающих и толкующих это место с древности поражал тот факт, что никакой эзотеричности, какой-то такой мистики нездоровой. Там же в то время была куча разных таинственных учений, которые то мухоморы ели, то дышали через какие-нибудь непредназначенные для этого части тела, то еще что-нибудь делали, чтобы себя привести в транс, и говорили, что это вот тайный путь сокровенный. Узнать какие-нибудь благоглупости гностические про то, как устроен мир – это вот тайный путь. Христос, в общем, отвергает для христиан, для своих учеников возможность тайного учения. И я бы сказал, что в общих чертах наша попытка следовать этому его наставлению не вовсе неудачная. И в самом деле, ну, то есть, конечно, и среди нас тоже бывают случаи, когда люди пытаются представить какие-нибудь свои практики и обычаи как тайные учения, но, в общем, это всегда носит маргинальный характер. Все-таки действительно вот без этой эзотерики всей боли или менее удается обходиться. Ну, тоже, в общем, надо следить за собой, понимать, что как только начинаются разговоры про тайные учения, это что-то явно не то, о чем говорил Иисус. Сам Иисус говорит, проповедуйте на кровлях, что на ухо слушайте, проповедуйте на кровлях, потому что правда о мире, о жизни, истина, о Боге. это такие вещи, которые нельзя, невозможно и не нужно скрыть. Ну, вот. И Господь говорит также своим ученикам, которые, конечно, здорово напуганы, говорит о том, что Отец Небесный вас не бросит. Даже птицы, которые две штуки за копейку продаются, даже они не упадут на землю без внимания Отца Небесного, без воли Отца. А у вас вообще волосы все на голове сочтены, вы лучше многих малых птиц. Господь тем самым предлагает ученикам именно положиться вот на внимание, заботу Отца Небесного на то, что они для Отца значимы. И, наконец, в конце этой десятой главы Господь говорит тоже, в общем, ученикам, продолжая разговор об их служении, об их проповеди, об их свидетельствах, «Кто исповедует Меня перед людьми, того и Я исповедую перед Отцом Небесным». И дальше «Кто любит сына или дочь более чем Меня, недостоин Меня. Кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою, потерявший душу свою ради Меня, сбережет ее». Значит, вот Господь предлагает и ученикам, и Евангелист Матфей, соответственно, читателям, увидеть вот эту логику, что есть выбор нами Христа, когда мы выбираем Иисуса своим учителем, своим господином, своим царем. И тогда для нас становится возможным действительно быть Ему принадлежащими, Его учениками, Его подданными. Вот это отношение, так сказать, двустороннее. Мы Его избираем, но Он нас избрал. И в то же время, если мы не исповедуем Его, не соглашаемся, не отдаем Ему свою жизнь, свою душу, то, в общем, ничего не получается. Здесь в этих последних восьми или десяти стихах десятой главы несколько раз одно и то же в сущности повторяется. Вот «Кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я перед Отцом Моим Небесным». Не то, чтобы это, так сказать, купля-продажа, а это действительно согласие нас стать Его братьями, Его друзьями, Его учениками, без которого мы не сможем без этого согласия усыновиться Отцу Небесному. Ну и кроме этого, конечно, здесь обращают внимание то, что Он снова говорит ученикам о разделении, потому что этот выбор ты выбираешь Иисуса или не выбираешь Его. Этот выбор действительно разделяет часто людей, и Господь предлагает согласиться на это, пойти на это. Не то, чтобы прямо мы должны немедленно рвать со всеми домашними, хотя часто христиане в неофитском порыве пытались это сделать и пытаются. Ну, в общем, об этом на самом деле речь не идет. Надо понимать, что мы сначала выбираем Иисуса, и тогда совершенно другими глубокими настоящими становятся наши отношения и с близкими. И вот Господь говорит о том, что если мы живем следуя за Иисусом, то даже если мы теряем жизнь, мы ничего не теряем. А если мы пытаемся вот как-то ее для себя сберечь и замкнуться, запереться от Иисуса, то все равно это все развалится. от Иисусом.